Друзья, привет! Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно в мой блог Псегородских окраин. Это видео рискует быть достаточно откровенным. Я хочу быть максимально честной и объективной с вами, но тем не менее я не хочу навязывать вам свою точку зрения, потому что та тема, которая сегодня подвергнется обсуждению, это очень субъективная тема. И для каждого человека отношение к спорту, к творчеству, оно будет совершенно разное. И более того, я уверена, что все закладывается в детстве. Только в детстве. Безусловно, мы можем воспитать в себя какую-то любовь к спорту, к здоровому образу жизни и так далее. Но, знаете, мой опыт показал, что детство в этом плане решает. Но так как основная моя аудитория — это не дети, и для детей я, в общем-то, не вещаю, то, скорее всего, это видео рискует быть интересным, потому что я не буду придерживаться никакой четкой позиции. То есть я не попадаю ни в тот лагерь спортсменов, ни в лагерь сугубо творческих людей, которые не приемлют спорт, которые там занимаются таким, да, в кавычках, саморазрушением, износом своего организма, своих творческих энергетических сил. Но я прекрасно понимаю и тех, и других, потому что мне удалось примерить туфли обеих сторон и найти свой баланс. И как все так получилось, и можно ли сочетать вот эти две сферы жизни максимально вообще гармонично, адекватно и комфортно. Я пробую рассказать вам об этом на своем опыте. Вот, поэтому, если вам интересна эта тема, пожалуйста, оставайтесь со мной. Конечно же, я более чем уверена, что, ну, процентов 80 людей. Ну, давайте мы будем говорить сегодня, ну, о писателях, и, может быть, и музыкантах, и художниках. Вот, об этой вот творческой тусовке, по большей части, потому что о других мне трудно говорить, я ничего общего с ними особо не имею. Вот, в этих вот я более-менее сама тусовалась, и сама являюсь писателем, поэтому литература — это мое все. И, да, действительно, бывает сейчас, особенно вот сейчас, почему-то в наше время, вот молодые люди, молодые девушки, парни, вот у них часто сидит в голове, что они обязательно должны выбрать, да? У меня тут Люсик играет с Роганом. Очень шумно. Прошу прощения, ребят. Им обязательно нужно сделать какой-то выбор, да? Либо быть спортсменами и, там, безмозглыми, как это обычно у нас. Типа, если спортсмен любит спорт, тренировки, значит, у него и мозгов особо нету. Либо быть интеллектуально развитым, творческим, таким мятежным духом, да? Эльфом своего рода непонятым обществом. Люся, он хочет шуметь, а? Вот специально сел на балкон, не на коврик, а вот на твердую поверхность. Какие-то жопы. Я вам скажу на собственном опыте, что у меня такой выбор не стоял никогда. И не стоял, в первую очередь, по причине того, что я с детства занималась спортом. Не с самого раннего детства, в 12-13 лет я пошла заниматься боксом. В итоге втянулась туда на 10 лет профессиональных занятий. И это до сих пор любовь моя на всю жизнь. Бокс – это то, что меня вообще вырастило, воспитало. Этот вид спорта показал мне действительно настоящих, блин, мужчин. Привил мне любовь к дисциплине, к самостоятельности. Потому что ребенок, который, в принципе, занимается серьезным каким-либо спортом, ему и учеба дается легче, потому что он умеет планировать свой день, и выстраивать свой график. У меня график был просто настолько плотный, но вот тренировка по боксу вечером, она грела мою душу всегда. У меня была музыкальная школа, чуть ли не каждый день у меня была обычная школа. Надо было еще как-то уроки успевать, надо было еще и заниматься по музыке. Ой, кошмар, в общем. И единственное, что грела моя душа, это то, что вечером я снова буду заниматься боксом. И какие-то стрессы бы ты не получал в школе, а школа для меня это был просто кошмар. Я, на самом деле, ребенок, который обожал учиться. Ну, я вообще очень любознательна была, любопытна вообще до жути, до всего. И я по сей день считаю, что ничто, ни одна материальная вещь не сравнится с кайфом, вот с этим вот счастьем, познанием чего-то нового, неизведанного. Я уже не говорю о каких-то космических тайнах и загадках происхождения человека, да, об инопланетянах, да, и так далее. И вот просто само познание, это, мне кажется, величайшее просто счастье. Глубины океана познавать, все, что нас окружает, психика человека, сновидения, не знаю, все это настолько, как бы, мне было интересно. Но даже меня, совершенно спокойного, равновешенного и любознательного ребенка, школа, ну, она отбила у меня все желание вообще учиться. Вот, и более-менее я как-то прониклась к учебе только в универе. Ну, не об этом речь, друзья, вы понимаете. И у меня вот как-то совпало. Вы знаете, у меня не стояло никакого выбора, потому что вот бокс и писательство, начальные такие, знаете, первые шажки, они начались примерно вот одно время. Вот я пошла на бокс, мне мама подарила мои первые-первые ежедневники, блокноты, потому что, блин, реально надо было планировать свой день. И наряду с тем, что я писала в них, расписывала свой график, я стала просто писать. Сначала просто какие-то зарисовочки, впечатления за день, потом стихи у меня, огромное количество всяких папок со старыми юношескими стихами где-то валяются, а может и не валяются, мы, кстати, даже выкинули уже. Они такие достаточно стыдные. Ну, это все как-то, знаете, шагало вот вместе. И так как я была человеком всегда очень с детства, ищущим, любознательным, я всегда пыталась во всем дойти до сути, до глубины. Спорт ни в коем случае мне не мешал, а наоборот помогал, потому что нервы трепали в школе, особенно в старших классах, только так. Потому что я попала на самое начало введения ЕГЭ, учителя еще толком ничего не знали об этом, все нервничали, всем грязили увольнением, если дети не сдадут. Короче, обстановка в школе была просто ужасной. Я проходила дома почти каждый день, плакала. И вот единственное, что меня спасало, две вещи, да, это писательство, я изливала на бумаге все свои переживания, и спорт. Вот какая бы ты склеенная не приходила со школы, как бы тебе не было херово, вот после двухчасовой тренировки, активной, суперактивной, просто даже прийти, элементарно побить грушу, что-то я там с тренером на лапах. Вот любой стресс снимала как рукой. Это просто лечебное было. Не какие-то щадящие нагрузки. Я сейчас говорю, реально пробую серьезные тренировки. Я занималась, стараюсь профессионально, участвовала в соревнованиях, там, сгоняла вес и так далее. То есть это была моя любовь. И вот ты приходишь после тренировки, сил нет, не на что, болит все тело. А я вот на самом деле люблю вот эту боль в мышцах, потому что, знаете, такое ощущение, что я жива, мышцы мои есть. Я не какая-то там, не знаю, амеба такая жироподобная, которая как холодец передвигается. И все. И помню, у меня была вся традиция это пить чашку зеленого чая и съедать зеленое яблочко перед сном. И какое же было удовольствие. И вот на следующий день ты наполнена эндорфинами, чувствуешь себя замечательно, и учеба уже дается как-то лучше. Но если мы говорим про сейчасшнее время, спорт, писательство, я скажу так, что я уже, я переболела всем, чем только можно. Я перепробовала всякие там голодание-неголодание, разные диеты. Если вы когда-нибудь занимались боксом и участвовали в соревнованиях, то наверняка знаете все о сгонке веса за краткий срок. Боксеры об этом знают вообще все. И мне помню, минимальный вес мой при росте сто семь сантиметров и достаточно внушительной мышечной массе был сорок восемь, сорок девять килограмм. И тогда готовилась к соревнованиям, хотела войти в эту категорию. Я вошла в эту категорию, но я проиграла этот бой единственный в своей жизни. И проиграла, потому что мне досталась противница. Она была ниже меня ростом, но она была такая поплотнее, чем я. А я была просто тростинка. И я просто летала по этому рингу от каждого ее удара. И никогда не забуду. Ты помнишь, что мне реально, блин, хотелось жрать. Я была постоянно полуголодная. Еще эти суровые тренировки для моего неокрепшего... Сколько мне было лет? 14, наверное. 14-летнего организма. Ну, достаточно трудно было. Вот, поэтому... Да, сгонки веса я знаю, наверное, все. Я переболела подготовкой к соревнованиям по фитнес-бикини. Это мне было 20 с чем-то лет. Начало моих 20 лет. Вот, а потом, благо, я нацелуюсь на одну очень грамотную женщину. Которая немножко вставила мне мозг обратно и дала мне понять, что здоровье ты потом еще будешь восстанавливать пол своей жизни и внешность. Никакие эти вот хождения в купальниках и впячивания жоп ради непонятных там медалек это все это было совершенно не стоит. Очень рада, что я на нее наткнулась. Вот, друзья, я пережила сушки, диеты, голодовки и всякие. Чего только у меня не было. На настоящий момент я... Я знаю, что могу вот честно посоветовать от себя. Это заниматься не спортом даже, а заниматься физической культурой, физическими нагрузками по состоянию вашего здоровья, по вашему желанию, но регулярно, на регулярной основе. То есть у вас никогда не будет желания тренироваться, если вы вот так вот загоните себя и две недели подряд будете каждый день там фигачить что-то. Вы перегорите, все перегорают. Это связано вообще просто... Это даже психологическое какое-то исследование проводилось на этот счет. Лучше просто разработать план, что, допустим, три раза в неделю вы делаете то-то и то-то. Также я повторюсь, что я также, помимо того, что занималась боксом, я дипломированный тренер-методист по скалолазанию. Я три года работала по этой профессии. И тоже, кстати, очень хороший спорт скалолазания, да, если вы хотите, ну, получить какой-то адреналин, какие-то новые впечатления. Скалолазание очень-очень классно, очень хорошо снимает стресс. Вот прям чисто от себя рекомендую. Соответственно, когда я занималась скалолазанием, прям вот история, которая, может быть, вас тоже вдохновит. У меня был тренер. Я не буду произносить его имя, он достаточно известный в России, очень известный тренер, один, наверное, из самых заслуженных тренеров России по скалолазанию. И когда я работала, ему было уже под 70. Точный возраст я не знаю, но он будет вот так вот. И вы знаете, существует два типа тренеров. Это тренера-спортсмены, которые сами тренируются, достигают небывалых высот и воспитывают новых чемпионов. А есть тренер-тренер, тренер-психолог, тренер, который любит своё дело и умеет реально подавать информацию, показывать человеку, что как делать. Он просто талант, я не знаю, он с небес данный. Вот мой тренер был именно таким. Он практически, я не знаю, он был достаточно активным человеком. Он всё время где-то лазил с своими детьми, там, катался с ними в Крым, везде с ними лазил, ходил в походы. Но он не занимался скалолазанием, как это в том смысле слова. И это было очень удивительно, потому что человек очень талантлив был в своём деле. Очень большое количество чемпионов воспитал. И образ жизни, я вам скажу так, ну вот питание, что он там ел, пил каждый день, это было такое себе. Он питался, собственно, каждый день дошираками, литрами пил чёрный растворимый кофе, типа жокей. Вот. И в один прекрасный день что-то у него там заёкало. Ну, понимаете, петух клюнул. А он пошёл к врачу. Врач ему там прописал, ну, надо как бы добавить каких-то нагрузок хотя бы, да, физических. И вы не поверите, этот человек, который с виду совершенно не спортивный, начал ходить в наш тренажёрный зал, и прям вот каждый день, он по полчаса где-то, ходил на эллипсе. Ну, тренажёр-эллипс, это не беговая дорожка, потому что всё-таки в таком возрасте уже суставы, колени свои надо пожалеть. И он ходил на эллипсе, и потел, и был счастливый, довольный, и ему реально в разы стало легче. То есть, да, в этом случае спорт выступил настоящим лекарством для человека. Хорошая мотивация, правда? Вот мне кажется, что вот именно такие люди, ну, заслуживают, не знаю, участия во всяких рекламных компаниях, спортивных брендах и так далее. И вот именно вот к этой теме сейчас расскажу вам ещё про одного человека. Когда я жила в Подмосковье, у нас там был шикарнейший стадион, он буквально находился в лесу. Он был большой, там можно было бегать, заниматься на тренажёрах, турники, в общем, рай. Я ходила туда, ну, не каждый день, в летнее время каждый день, и так, несколько раз в неделю. Даже когда я просто гуляла с собаками зимой, я видела, что там каждый день, каждый день, любую погоду, праздники, не праздники, там бегал дедушка. Я думаю, он и сейчас там бегает. Лет под 80, вот серьёзно. Маленький, худенький такой, сухонький. У него не было никакой там супер-мега-крутой одежды спортивной. Обычные какие-то кедики, знаете, такие синие, с тремя полосками. Какие-то штанишки, курточка, шапочка. И побежал. И он немножко бегал всегда. Вот всегда, ребят. Вот каждый день я его видела. А я видела его каждый день, потому что я каждый день гуляю с собаками в разной лиме и всегда его видела. И он немножко бегал и делал зарядку на стадионе. И турники он тоже использовал. И вы знаете, и он всегда был один. И вот сколько я увидела в городе, он всегда был один. Вы знаете, меня это немножко накрыло. Думаю, вот представьте себе, что вы... Ну, так получилось, что вы дожили до такого преклонного возраста в одиночестве. Ну, не знаю, дети есть-нету, ну, или не навещают вас, или разбежались там по разным городам, странам, или просто их нету. Ну, жена, муж там, ну, покинули мир, наверное, уже наш. Ну, всякое бывает. Ну, вот человек остался один, и он несет за свою жизнь полную ответственность. И что ему делать, да? Сесть на диванчик и плакать, да? И заедать свой стресс, я не знаю, хлебом да макарошками, потому что что еще можно купить на пенсию в России? А человек взялся за себя. И я думаю, что он всю жизнь занимался спортом. Ну, вот уже, наверное, такая дисциплина, уже такая привычка. И он просто... Вы знаете, это такая, знаете, жажда жизни, любовь к жизни, я считаю. И вот такие люди, мне кажется, заслуживают не то, что уважения, вот о таких людях нужно рассказывать. Во всяких рекламных компаниях, я знаю, Рибок, Пума, Адидас. Вот они реально заслуживают внимания и они вдохновляют. Вот меня такие люди вдохновляют. Меня совершенно не мотивирует заниматься спортом всякие там фитоняшки, супернакаченные там мужики, всякие спортсмены там, фитнес-бикини и так далее. Меня это уже давным-давно не вдохновляет, потому что я знаю всю эту подноготную. Единственное, что меня вдохновляет, это вот такие простые люди, которые занимаются спортом либо вопреки чему-то. Люди, которые... Ну, простые люди, обычные люди. И, наверное, мой тренер по боксу, когда я, например, выхожу в утренную пробежку и чувствую, блин, сил вообще нет. И желание особо тоже. Ветер в харю дует, отвратительно, все не нравится. И у меня каждый раз перед глазами встает мой тренер по боксу. Я вам, кстати, напомню, что я расслабилась отца. И вот мой тренер, это просто... Ну, такая замена моего отца была. Это был действительно очень светлый человек. Не знаю, я таких мужчин, вот, прям вот, безгрежных, что ли, очень светлых людей я просто не встречала. И вот я бегу, бегу, задыхаюсь перед глазами. Вот у меня образ моего тренера. Почему образ? Потому что мой тренер уже умер. И вот это вот его свет, а ты не устала, ты можешь еще, ты справишься. Я же вижу, что ты не устала, а ты там уже такой красный-синий, задыхаешься, реально у тебя нет сил. А он смотрит на тебя, улыбается и говорит, что ты, ты же сильная, ты справишься. Это вот противница твоя устала, сидит, а ты не сидишь. У тебя стоя полотенцем обдувают. Хотя на самом деле они просто стул забыли тогда найти. Между раундами я отдыхала стоя. И вот он умел найти такие положительные слова, знаете, так приободрить, похлопать тебя по плечу, что ты сам просто начинал в себя верить. И такие прям какие-то невероятные нечеловеческие силы в тебе открывались. И я такой, блин, реально, я не устала, я могу больше. Что это вообще за лень непонятная? Вот по сей день меня мотивирует этот человек. Наверное, это моя единственная такая мотивация. И я уверена, что я буду заниматься спортом всегда. Что бы со мной ни случилось, и как бы я, какой бы образ жизни ни была, вот эти вот занятия спортом, даже не тренировки какие-то, просто маленькая пробежечка 20 минут, там какая-нибудь йога, занятия дома. Это моя такая маленькая дань уважения, моя благодарность моему тренеру, который научил меня вот очень-очень многому об этой жизни, о дисциплине, о мужчинах вообще, о том, что, блин, есть реально нормальные люди. показал мне реально положительный пример и дал мне понять, что ты можешь всё. Вот только твоё желание. И мешает тебе только лень. Вот и всё. Да, друзья, всё-таки сейчас больше о спорте говорим. Но вот я вам говорю свою историю, потому что мне очень трудно понять людей, которые живут без спорта, потому что я жила со спортом всегда. Это неотъемлемая моя часть. Вы знаете, вот если вам дать такое сравнение, вот литература и спорт, для меня это настолько вот переплетается двумя такими змейками и образует символ бесконечности. Если бы у меня попросили, Света, выбирай вот что-то одно, или спортом, будешь заниматься до конца жизни, или писать, ой, господи, я вздёрнусь, серьёзно. Я не могу выбрать, потому что ну это сложно. Это сложно. Знаете, ещё сейчас затрону такую тему, что очень многие всякие писатели, музыканты, творческие люди, современные, те, кто раньше жил, многие из них плохо кончили. По большей части из-за своего образа жизни, из-за того, что потребляли всякие непонятные вещества и не следили за собой. Ну, все мы знаем про Ван Гога, про писателей, ну, за исключением Толстого и Достоевского, которые нам надолго прожили. Ну, если возьмём современных музыкантов, ну, мой любимый Курт Камбейн, да, ну, понятное дело, что там основная причина, может быть, была и его образе жизни, но это тоже добавило свою толику значимости. В начале этого года Алексей Лайхо, да, как гром среди ясного неба. 41 год. Просто меня пол ушёл с под ног, особенно ещё после того, как я узнала причину смерти. И ты думаешь, 41 год, ну, как бы он же мог столько подарить миру новых треков, клипов, вдохновения. Знаете, мне больше всего вот реально обидно то, что творческие люди, талантливые, так рано уходят, а могли бы ещё творить и творить. Иногда по собственной глупости, из-за своих пагубных пристрастий и наплевательского отношения к себе. Потому что я точно могу вам сказать, что рано или поздно, если вы человек адекватный, ценящий жизнь и желающий развиваться, созидать, творить. А рано или поздно вы задумаетесь о своём здоровье и думаете, что-то я разваливаюсь. И хорошо, если этот момент наступит там, после 30. А иногда у некоторых и раньше наступает. Правда. Ну. Вспомните Говарда Лавкрафта. Вообще, поистине талантливый писатель. Я преклоняюсь перед ним, обожаю его. Вот почитайте какую-нибудь его биографию. Ну, это же лютый трэш, ребята. Ну, лютый трэш. Он, конечно, безусловно, талантливый. Я не знаю. Но как он плохо кончил и всё из-за своего дурного образа жизни. Как дурного? На музы захватываете с головой, ты забываешь обо всём на свете, о прогулках, о правильном питании, не выходишь на свежий воздух. Я уже не помню. По-моему, он... Я, ребята, могу сейчас соврать. У него что-то было связано то ли с кишечником, то ли с желудком. В общем, это недоедание, недосыпа. В общем, да, он талантлив. Я благодарна за то, что он столько дал всего литературному миру. Его наследие по сей день экранизируется, перепечатывается, вдохновляет музыкантов, писателей со всего мира. Ну, вы представьте, а если бы он, например, добавил в свою жизнь чуть побольше фруктов, какую-нибудь пробежечку несколько дней в неделю, занимался бы хоть какой-нибудь растяжкой или просто бы много гулял, но прожил бы дольше и ещё больше бы крутых произведений нам бы подарил. Поэтому, вот видите, поэтому мне очень тяжело рассуждать на тему какого-то выбора, что выбирать. Я хочу уже долго, чтобы изучать этот мир, дышать, наслаждаться природой и творить. Я люблю писать, я люблю литературу, я люблю читать. И я просто я осознаю и даю себе отчёт о том, что если я буду нездоровая, неподвижная, то фиг-два всё это будет, и фиг-два у меня будет вообще вдохновение. Вспомните Харуки и Мураками, например, да, а все писатели на чём-то сидят. Это не секрет. И хорошо, если ваш наркотик, он какой-то более-менее здоровый. Вот у Мураками это был бег. Вот он бегал во время пробежек, его посещали разные идеи. Прекрасно его понимаю, потому что я сейчас тоже начала бегать. Я начинаю каждый год, потому что зимой я не бегаю. И вот с твоим шутером и что-то как-то прям вообще ничего не хочется делать. И вдохновения нет, и статьи не пишутся. И вот достаточно просто побегать, да, эндорфины выделяются, такая-то лёгкость в теле появляется. И сразу какие-то идеи пошли. Но бег ещё ладно. В моём случае не очень здоровый то, на чём я сижу, да, это у меня кофе. Кофе и вино. И ловлю себя на мысль, что, блин, я понимаю, что не могу даже сесть писать, если у меня рядом не стоит какой-то напиток. То, на чём сижу я. Но я стараюсь всё-таки это контролировать, потому что я понимаю, если у меня разовьётся какой-нибудь алкоголизм, то все мои мысли будут заняты моей печенью, моим здоровьем, а не писательством. Ну, это, знаете, это взрослое отношение к жизни, отношение к своему здоровью. Да, знаете, говорят, типа, тело — это твой храм, поэтому береги его. я думаю, я думаю так, что если вы заботитесь о своём теле, о своей физической оболочке, то и в духовном плане, в творческом плане у вас будет всё в порядке, то есть это совершенно одно целое, понимаете? также в заключение хочу сказать такой маленький совет просто от себя, что если вы никогда не занимались спортом, ну вот так, регулярно, постоянно, и вам не очень нравится вот это ощущение усталости, что вы задыхаетесь, вот, и мне, конечно, очень трудно вас понять, вот, и, ну всё-таки, я от себя, что могу посоветовать? Самое первое, это не начинать, да, вот в ледяную воду с головой, а составьте себе вот на бумаге вот график ваших занятий, и пусть эти занятия будут лайтовыми, если вы будете в день, например, ходить свои 10 тысяч шагов, это уже хорошо, для хорошего самочувствия и вдохновения, что-то тоже немаловажно, вам достаточно иметь гибкое тело и здоровое сердце, да, хорошую выносливость, если вы не собираетесь, там, покорять какой-то фитнес-олимп, добиваться результатов, там, в спорте, в виде наборствах и прочем, то есть просто вы хотите быть здоровыми и не посещать врачей так часто, как вам не хотелось, я, например, ненавижу врачей, я их боюсь, что, я могу потерять сознание, если у меня просто не спарится кровь возьму, да, поэтому я понимаю, я должна за собой следить, чтобы не попадать к врачам и не трепать нервы своим фобиям, да, вот такой человек, начать просто с малого, с ходьбы, коротких пробежек, но тоже обязательно к этому нужно грамотно относиться, если вы начнете бегать без мозгов, да, то вы больше навредите, и ваши поясницы, позвоночник, колени вам спасибо не скажут, обязательно нужна хорошая обувь, если вы бегаете, например, по асфальту, я, кстати, бегаю по асфальту, хотя, типа, это нельзя, да, но у меня хорошие кроссовки, и я не владею правильной техникой бега, и все в порядке, я не бегаю много, ребята, я сейчас, я уже давно вышла из всех этих, там, больше, сильнее, дальше, я бегаю где-то по 3 километра сейчас, буквально 20 минут, и занимаюсь сейчас йогой, растяжкой, и то не каждый, это не каждый день, все это где-то 2-3 раза в неделю у меня происходит, но также я очень много гуляю с собаками, я себя чувствую так, надо бы пресс покосить, надо бы поотжиматься, я это делаю, вот, очень, ну, все равно, как только вы позанимаетесь спортом, не знаю, реально, эндорфины выделяются, так или иначе, знаю, что те, кто начинает бегать, они начинают сильно задыхаться, и у них начинает резать горло, они плохо себя чувствуют, ребят, я вас прекрасно понимаю, у меня это происходит каждый начало, каждый начало сезона, после зимы, просто без фанатизма, чередуйте с ходьбой, пробежались чуть-чуть, почувствовали, что вообще просто херово, переходите на шаг быстрый, потом снова добавляйте пробежечки, все плавненько, постепенно, не нужно себя измучивать, ну, если вам нравится какой-то другой вид спорта, например, любите там, кто-то любит танцы, кто-то любит ходить на йогу, в секции, в разные студии, тоже здорово, на самом деле, я такой человек, который совершенно не может заниматься дома, я занимаюсь дома йогой, но все остальное предпочитаю делать на улице, мне дома просто очень скучно, мне нужна какая-то компания, такой, знаете, маленький такой дух соперничества, но каждому свое, я уверена, что даже если вы не занимались спортом, если подходить ко всему этому с умом, последовательно, без фанатизма, изучать литературу, а не читать всякие инстапаблики и фитоняшек, которые продадут вам все что угодно, и вот, пожалуйста, не читайте всяких фитоняшек, таких, знаете, высушенных, выделанных с накладными там, силиконовыми задницами, накачанными губами, если вы хотите, чтобы я вам посоветовала какую-то литературу, или реально классных специалистов, напишите мне в личку куда-нибудь, я вам просто скину, потому что я понимаю, не всем это нужно, и не все хотят этим заниматься, вот, так что, друзья, сейчас я, подождите, я проверю, все ли я вам рассказала, что хотела сегодня рассказать, и да, наверное, ключевое слово, вот, еще раз к спорту вернемся, ключевое слово успеха, одно, это дисциплина, это, знаете, как чистить зубы, как я не знаю, мыть голову, стирать свою одежду, то есть, вот, вот что такое спорт, если вы сделаете, хотя бы минимальные физические нагрузки, вот, реально, дисциплиной, и такими ежедневными, постоянными реплалами, то это для вас будет настолько нормально, но учитывая еще какой вы положительный эффект будете получать, а еще, я хотела рассказать вам только тот же момент, я, на самом деле, не знаю, насколько это правда, но я понимаю, что чем старше вы становитесь, тем более важна растяжка, даже не растяжка, а гибкость, да, и если вот вы тянетесь ладонями, с прямыми коленями до пола, да, и вам очень тяжело достать вот туда полный ладонью до пола, то это, типа, первый звоночек о том, что у вас грядут проблемы с позвоночником, вот, я не знаю, насколько это правда, мне об этом рассказал мой тренер, поскольку я за него, вот, и поэтому, да, растяжка тоже очень нужна, не просто для того, чтобы быть гибким, и демонстрируть всем свои красивые шпагаты, а просто для того, для того, чтобы у вас была здоровая спина, поясница не ныла, не было проблем вообще с гибкостью, вот, тоже, так, еще что-то, Люся, а по жопе? Так что, друзья, ой, мне кажется, я наговорила на полчаса вам, но и все равно, мне кажется, я что-то вам не договорила, и мне очень хочется, чтобы вы правильно поняли мою позицию, вот, я ни в коем случае не призываю вас выбирать, вот, я считаю, что истина, она заключается всегда в гармонии, и в естественности, вот, но при этом, нельзя быть роботом, да, если вам хочется выпить бокал вина, съесть все невкусное, блин, господи, сделайте это, я сама постоянно это делаю, вот, ну, просто потом добавляю чуть больше пробежек в свой график, и более того, я вам скажу, что эффект от бокала вина и эффект от пробежки, он для меня, ну, я чувствую себя так же, и вдохновение у меня появляется ровно столько же, поэтому тоже так можно чередовать эти моменты, если вы любите вино и пробежки, ой, все, друзья, не слушайте манили, вредние полика, на этом я завершаю свой ролик, у меня даже нет сил спрашивать у вас что-то, ну, напишите о своем отношении, вот, в какой лагере вы себя относите, если вы занимаетесь спортом, то что он вам дает, почему вы им занимаетесь, зачем, если вы не занимаетесь спортом, то почему, почему расскажите мне, будет интересно, почитайте, все, друзья, если у вас есть какие-то запросы, на другие интересные темы, пожалуйста, оставляйте в комментариях, пишите мне личные сообщения, я все принимаю, все отчитываю, не забывайте подписываться на мой канал, заходите в мои другие соцсети и следите за моим литературным проектом и блогом о собаках на Дзене, все, друзья, до встречи в следующих роликах, пока-пока, субтитры, все, все